Итак, всех приветствую! Сегодня 14 ноября 2022 года и время 8 часов 5 минут по московскому времени. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в небольшом плюсе, фьючерсы США есть в минусе, нефть в микроплюсе. Фон на утро в целом нейтральный. По индексу ММВБ цена на сопротивление 2220 пунктов уже пятый день. И соответственно пока здесь заступаемся в рамках сегодняшней торговой сессии. В целом на товарно-сырьевом рынке картина относительно медвежьей. Почему? Потому что в ближайший день-два, исходя из того, что я вчера озвучил, на воскресном обзоре индекса ММВБ, в товарно-сырьевом рынке и прочем этом духе, у нас будет рост индекса доллара, который повлияет коррекционно на сырьевые товары. Та же самая нефть, золото, серебро, платина, палладий, медь, газ. Это все пойдет вниз в рамках локального нисходящего движения. Кстати говоря, в пятницу 18 ноября состоится экспирация опционов на акции США в размере 1,67 трлн долларов. Тем самым мы увидим лютую волатильность, что по американскому рынку, не рыночное движение, даже по российскому рынку, потому что отголосы торгов с американского на российский рынок мы так иначе получим. Тем самым поглядим более внимательно, как индекс ММВБ будет проторговывать область сопротивления 2200-2220 пунктов. Мне жутко интересно, пробьет ли он его вверх или расторгуется и пойдет ниже. Почему это важно? Потому что цена находится на дичайшем сопротивлении ценовом. И повторюсь, напомню вам еще раз, что многие голубые фишки российского рынка, такие акции, как Сбербанк, Газпромнефть, Тинькоффбанк, ВТБ, Лукоил, ГНК Нурникель, Роснефть и прочие в этом духе, то, что влияет на индекс ММВБ, они уже все в фазе перегреться и в фазе раздачи ходят. То есть, когда эти фишки будут падать, индекс ММВБ будет в том числе снижаться. И, кстати говоря, я сейчас зачитал эту новость про экспирацию с нашего телеграм-канала. Первая ссылка в описании под каждым видеороликом телеграм-канала. Пункт А, тот самый телеграм-канал про рынок акций, товарно-сырьевые мысли, мнение, аналитика, обозрение, макроэкономика, технический анализ, сделочки по рынку и прочее в этом духе. Поэтому я вам рекомендую на него более массово подписаться, так как инфа, которая выходит там, задержка во времени поступает на YouTube. Перехожу теперь на индекс ММВБ и какая здесь картина? Картина очень интересная. Я еще раз напомню, что вот этот диапазон сопротивления очень важный, потому что здесь могут быть как ложные пробои и не более и не менее того. Вообще, признаюсь честно, еще раз давайте перейдем на эти бумаги, такие как Роснефть, которая в фазе того же перегрева, которая пришла к верхней границе своего боковика. Лукойл, фаза перегрева из дивергенции и на верхней границе своего боковика. Газпромнефть, перегретая из дивергенции, верхняя фаза своего боковика. Сбербанк, чуть попозже про него будет детально поговорим. Также в верхней фазе боковика цена перегрета на Ватек, боковик достигнут верхней грань, цена перегрета в дивергенции, Северсталь. Цена пипец какой дивергенции, цена достигла также верхней границе своего боковика. Я все веду к тому, что еще раз, эти голубые фишки влияют на рынок. Соответственно, они по мере своей коррекции, в ближайшие, вероятно, дни, я полагаю, окажут давление на индекс российских ценных бумаг ММВБ. Потому что основных драйверов я пока не наблюдаю. То есть завершение СВО будет ли? Когда-нибудь будет. Но явно, что не в ближайшее время. Это первое. Второе. Нефть по 120 мы сейчас наблюдаем? Конечно же нет. Тем более нефть уже в ближайшие несколько дней, она будет постепенно снижаться к уровню 91 доллар за баррель. Драйвер ли это для российского рынка? Конечно же нет. Соответственно, с точки зрения макроэкономики, пока каких-то лютых драйверов на пробу и сопротивление 2200-2220 пунктов я, честно говоря, не наблюдаю. Да и к тому же, цена пришла на свое алгоритмическое сопротивление Дима 100. 2240 пунктов. Поэтому, ожидая проторгов сегодня в диапазоне этого алгоритмического треугольника, вот такого уровня, 2200-2220 пунктов. То есть ни выше, ни ниже, я полагаю, что сегодня будем торговать в этом диапазоне. Потому что даже в текущий период времени, когда рынок стал малоликвидным, чтобы все эти позиции раздать со стороны крупных участников рынка, малым участникам рынка, то есть физическим лицам, требуется какое-то время. Но я думаю, вы дивергенции все видите по тем акциям, которые я сейчас указал перед вашими мониторами. Чуть попозже на них снова перейдем и другие фишки тоже еще рассмотрим. С точки зрения фьюча на ММВБ, еще ход торгов не открылся. Это пятничные торги еще указаны. Это немножко не то, что вы думаете, потому что когда в пятницу фьючерс торгуется после 19.00, он торгуется уже завтрашним днем, то есть завтрашней торговой сессией. Соответственно, фьючерс на ММВБ тоже самое в фазе перегрести при формации двойного дна, но уже в принципе отработано. И я напомню, что подобная картина, она имеется во всех голубых фишках российского рынка. То есть еще раз, моя стратегия следующая. Опять же, на правду ее не претендую. Я еще раз говорю, что я не гуру, я не ванг, будущее не вижу. По картам торгу гадать не научился. По хиромантии, тем не менее, на ладони тоже не гадаю. Ну и соответственно, в будущее далеко не заглядываю. Но стратегия у меня прежняя. Не лезть в то, что перегрето. Почему? Потому что, когда получим по ММВБ вот такую картину, вот такую картину, да, надо будет не смеяться, надо будет плакать. Потому что видим потом вот такую картину. Понимаете? А тут столько непроторгованных областей на фьючерсов и даже на индексе ММВБ, да, которые все равно потом отрабатываются. Путем нисходящего движения в виде теста формации двойное дно, а тест, повторюсь, будет, я думаю, глубоким. То есть я к минимуму, ну вероятность, что там процент на 15 плюс-минус. Вот. И потом уже на лонговой области вот этого теста двойного дна будет резонно набирать позиции новые. Поэтому, я считаю, торопиться не стоит и, соответственно, принимать такие хаотичные торговые решения в виде, а, мол, прокатит, несов трусы, прорвемся. Это тупо, поверьте. И скажу уже по чужому опыту, вот те люди, которые такие решения принимают, они, как правило, потом бабки и сливают. Нужно ли это вам? Ну, честно говоря, не думаю, потому что у нас аудитория в массе своей адекватно-трезвомыслящей, лишь только есть малое количество неадекватов. Но вот этой большой массе я и говорю, будьте аккуратны. Просто учитывайте, что рынок это математика, это механизмы. И когда рынок перегрет, в него входить не стоит. Я еще раз напомню, что брокеры начали зазывать последние полторы недели активно в акции. Это тоже должно вас напрягать, я считаю. Вот меня это напрягает. Потому что я вхожу в терминал ВТБ, БКС, Финам, и я вижу, что покупайте российские акции, рынок будет выше. Блин, когда Финам такие вещи говорит, извините меня, меня это уже напрягать начинает. Потому что сколько лет я смотрю за этим, Финам такие вещи публикует, это, как правило, к падению рынка. Вот честно скажу вам, господа, не обессудьте. Я как человек-трейдер в рамках данной деятельности. Вот все, что говорит Финам, я делаю наоборот. Честно. Говорит Финам, Армагеддон, лангую рынок. Финам эйфоризирует, покупайте, шарчу рынок. Все. Потому что на всех этих рекомендаций брокеров бабки не заработаешь, наоборот, потеряешь. И я сегодня видеоролик такой вам опубликую. Более детально о том, как один фонд на выходных столько бабок слил, мама не горюй, из-за неэффективных управленцев. И люди, которые поверили этим доверительным управленцам в свои деньги, они их потеряли с концами. То есть я веду к тому, что нельзя доверять бабки вообще фондам, ни банкам, ни брокерам. Потому что там сидят, как правило, непрофессионалы. Вот о чем речь. Сегодня это видео ожидайте, я опубликую и все детально там расскажу. Да, линдекс РТС тоже имеется в формации двойного дна. В принципе, линейное сопротивление такое же массивное, такое же лютое, как и в МВБ. Просто один в один. И, как следствие, у нас сверху находится потолок в виде ЕМА-200, уровня ЕМА-200, алгоритмического сопротивления. Тем самым, выше этого уровня вряд ли пройдем, очень маловероятно. Я повторюсь, драйверов в принципе нет. И, соответственно, уповать на чрезмерное укрепление рубля даже в рамках грядущего налогопериода, который состоится уже на следующей неделе, не стоит. Не стоит. Поэтому потолок этого роста, я полагаю, находится, например, уже на этом диапазоне по индексу РТС и по фичерной РТС в том числе. Тут уже вплотную идет терка с уровня ЕМА-200, терка на линейном сопротивлении и второй линейном сопротивлении. Ну и, как следствие, уровни важных отметок уже, в принципе, достигнуты. Поэтому принимать решение по фичерсу на РТС в виде ланга текущих уровней не стоит. Тут тоже двойное дно. Вынос есть, потом будет глубокий тест, потому что, опять же, вот эта область не проторгована. А то, что не проторгован, является маячком для спекулянтов. Это как гэпа, по большому счету, как свечные шипы сейчас. А рынок мало ликвиден стал. Все. Захотят погнать вниз, погонят вниз на проторгов, потом на большое распределение. Уже в рамках, я полагаю, девальвации рубля, ослабления рубля. Это распределение по РТС мы увидим вверх. Что касается пары рубль-доллар и его фьючерса, здесь картина следующая. Извиняюсь. Цена торгуется при формации треугольник. И цена торгуется также на алгоритмической поддержке уровня медианной полосы Больнджера и Яма-9. Но пока все еще сохраняется проторгов при этой формации сновой. Ну, еще раз. Ну, нет, наверное, не буду мысли озвучивать, которые я озвучил последнюю неделю по паре рубль-доллар. Именно макроэкономический механизм Центрального банка и Минфина. Вы можете в виде ролика посмотреть данного содержания. Обвал рубля близится, доллар пасу неизбежен и прочее в этом духе. Я его так специально назвал, чтобы привлечь все общее внимание. Почему? Потому что я здесь указал макроэкономический механизм того, как сейчас Центральный банк и Минфин манипулируют валютным рынком. Это в прямом смысле манипуляция для дальнейшего покрытия дефицита государственного бюджета. Я это не порицаю, но я это полной мере не разделяю, потому что я не солидарен с той монетарной политикой, которую презентуют нам Центральный банк. Абсолютно не разделяю ее. Эта политика не сколько стимулирует, сколько губительная. В дальнейшем, именно в среднесрочной дистанции времени. То есть российскую экономику постепенно превращают в китайскую провинцию. Я не побоюсь этого слова. К большому моему сожалению. То есть ресурсная база доминирует, доминирует и доминирует, скорее всего, будет. Поэтому данный видеоролик посмотрите, чтобы более детально понять монетарный механизм того, что сейчас Минфин на ЦБ совершат. Поэтому проторгов в диапазоне 61, 62, 63, я думаю, мы увидим. Больших движений пока ждать не стоит, пока такая манипуляция со стороны экономического блока правительства осуществляется. Поэтому большая девальвация будет впереди. Но никак не сейчас, так как драйвера пока не имеется никакого. И по включу на индекс РТС тот же самый узкий диапазон. 60 500, 62 300 пунктов он активен. Пока торгуемся в рамках этого очень узенького уровня. Что касается индекса доллара, здесь картина следующая. Ну, во-первых, по месячному графику цена почти вплотную подошла к уровню Яма-9, 105,95 пунктов. Поэтому я полагаю, сегодня на американской второй сесть мы можем увидеть полный приход на данный эшелон. То есть тут потереться, проторговаться, а потом уже локальненько отскочить. Но я еще раз напомню свое видение, исходя из того, что я озвучил последний месяц-полтора. Нас ждет, вероятно, все тут двойная вершинка ценовая, но уже с такой блюдо дивергенции. Почему? Потому что монетарное ужесточение стороны ФРС подходит к логическому завершению. Следующий год мы получим, я думаю, полностью стимулирующим. Там, может быть, ТКУЕ запустят, может быть, даже и ставочку будут агрессивно снижать. Поэтому индекс доллара на этом факторе будет неизбежно падать. Ну и повторюсь еще раз, что при таком раскладе будут расти просто-напросто сырьевые рынки. Тем самым снижение в виде пробоя Яма-200 по индексу баксов мы получим уже в ближайшем будущем. То есть то, что я озвучил вам последние несколько месяцев, то, что индекс баксов будет вниже, он уже упал. Все. Первая цель Яма-9 выполнена. Вторая цель это 89 пунктов. Третья цель это уже 79, потом 72 и самый крайняк это 59-60 пунктов. То есть у нас впереди большая девальвация доллара. Но помним, что данная девальвация доллара не сколько экономическое оружие для США, сколько политическое. Потому что, повторюсь еще раз, очень скоро США будут нагибать весь мир путем монетарной политики. Смотрите. Я видеоролик записывал ровно месяц назад, 3 октября, крах Европейского Союза Еврозона. Покупать ли евро, как США будут нагибать весь мир. Я вам это видео рекомендую посмотреть, так как я вам указал полный макроэкономический механизм того, как Штаты будут девальвировать доллар и насколько сильно будут револьвироваться валюты западных стран. Что неизбежно и негативно повлияет на их экономическую деятельность. То есть на территории Европы, других стран будут приходить американцы, компании, которые будут потреблять эти рынки подминать. А подминать эти рынки экономические, власти США будут иметь политические инструменты, влияние на эти регионы. Так что рекомендую посмотреть и повторюсь, что на этом все может, конечно, бабки заработать на девальвации бакса. Но будущее, говорится, у нас максимально туманное, будущее хреновое, будущее цифровое. Вот. И все это, конечно, печально. Что касается индекса S&P 500 и фьючерса на S&P, обратите внимание, что по месячному графику и по недельному графику цены торгуются при формации обратного треугольника. Соответственно, цена подошла к сопротивлению EMA 200 уже по дневному графику. И повторюсь, сегодня я жду снижение индекса доллара к уровню 106 ровно округлим на американской сессии. И, как следствие, на этой американской сессии мы получим локальный рост S&P 500 к уровню EMA 200. То есть, основной сценарий, который я озвучивал еще с октября, то, что вот у нас будет выход вверх на девальвации доллара, получили все. Это, я считаю, потолок. То есть, как бы локальные уровни, да, нет, не так, среднесрочные уровни, выше которых цена не пойдет, потому что индекс доллара на EMA 9. А EMA 10 – это трендовая линия восходящего пока еще канала. Когда она будет пробиваться вниз, тогда на рынок запустится тотальный риск ON. То есть, спрос на рисковые активы и капиталы будут уже пришвартовываться в рынке акций, в криптовалютной рынке, в рынке товаро-сырьевых активов. Как следствие, S&P будет расти, да. Поэтому здесь EMA 200 – 4000 пунктов, а основное сопротивление, выше которого выход маловероятен. По индексу фичу на S&P 500, исходя из того, что я говорил в пятницу, мысли озвучил. Да, пробьем EMA 200, его уже пробиваем, но с этой 4000. То есть, по S&P 4000 пунктов, по фичу 400. Вот такая корреляция, такая картина получается. И также тут уже получаем ценовой перегрев, в принципе, получаем потенциальный рост индекса доллара и локальный риск OFF на рынках. То есть, тем самым капиталы будут локально припарковываться опять в государственные облигации США, выходя из рынка на горизонте текущей недели. Ну и по фичу NASDAQ, та же самая картина уже вблизи шартов в области 11840 пунктов. Вот здесь вот. Тут я ожидаю снижения на уровень поддержки медианной полосы Боллинжера 11300 пунктов. Поэтому картина пока ровно та, которую я озвучил и вчера, и в пятницу. Что касается товарно-сырьевых активов, берем нефт марки Brent на вооружение. В принципе, отскок совершили от нижней грани боковика. То, о чем я еще озвучил мысли 9 ноября и еще 10 ноября. Короче, на предыдущей неделе. Уровень ЕМА-100 и ЕМА-200 это уровень важных алгоритмических сопротивлений. То есть, выйти выше этих уровней при локальном укреплении индекса доллара, я считаю, все-таки это маловероятно. Потому что давление при укреплении индекса доллара на сырьевой рынке, оно максимально активно. Тем самым, говорить про выход нефти прямо здесь сейчас выше этих уровней, выше верхней грани боковика 98 доллара за баррель, пока маловероятно. Но среднесрочные цели остаются прежние, это 140-150. Опять же, что будет драйвером этого движения вверх? Конечно же, в первую очередь, девальвация доллара американского, DXY. Ну а потом, по доспетке, либо новости из ОПЕК, может там где-то добыча нефти скажет, может еще что, роли не играет. Там уже события другие наложатся на более твердый, четкий вынос цены на нефть. Поэтому боковой боковик еще имеется, в боковике торгуемся, цель у нас достигнута. Около этого уровня пока и будем торговаться в ближайшие несколько дней, я полагаю, вплоть до локального укрепления индекса доллара. Что касается природного газа, то здесь картина пока прежняя. В пятницу затрагивали уровень 5.70, тот, который я озвучивал, но основная проблема в чем. Нижний точный уровень пока еще не проторгованный, я это прям подчеркиваю. Поэтому возврат так или иначе на 5.85, 5.77 и 5.60 в принципе допускаю. Тем самым уровень медианы полосы Бонжер пока является ориентиром. Я например здесь не лангую, не шарчу. По дневному графику я тут никаких сигнал в принципе не наблюдаю. Ориентирую спроса по часовому графику на локальный ход торгов. И опять же делаю акцент на декабрьский фьючерс природного газа. Поэтому вперед к уровню 6.38, фьючерс на природный газ погашаемый в декабре. Я вот тут готов буду злонговать, потому что мы получим ценовую перепродность. Большой отрыв от Яма-9 и соответственно приход на большие и важные ценовые поддержки. Это уровень зеркальной поддержки. Исторической зеркальной поддержки между прочим. Тут я готов был бы открыть маленький лонг по данному инструменту. Что касается рынка драг металлов, здесь картина также прежняя. В принципе опять же берем на вооружение индекс доллара. Он будет укрепляться уже на текущей неделе. Это все в рамках отскок и не более того. Потому что риск офф локально мы так или иначе получим. То есть спрос на государственные облигации США. Ну в виде парковки капитала. Это первое. Второе. Металлы, будучи в перегретом состоянии, они все мои цели отработали. Которые я вам озвучил еще когда золото торговал за боковике в конце октября. Указывал, что здесь цель ЕМА-100 и ЕМА-200. А в принципе к ним пришли локальные коррекционные движения по золоту. Я жду вот до сюда, до ЕМА-9. Потому что отрыв тут очень такой колоссальный. И процентика на 3 округлим. Цена она в ближайшие дни упадет. Поэтому у кого имеется поиск по фьючам на золото. Ну я бы на вашем месте их продавал. Переходя уже на серебро, та же самая картина. Цель ЕМА-200 и ЕМА-9 20 долларов 85 центов. Потому что уровень тоже магнита, уровень притяжения. И блин, повторюсь, индекс бакса будет локально расти. Метальчики будут локально падать. Но это не обвал, это не крах. Это всего лишь локальное движение вниз по мере их перегреться. По платине то же самое ЕМА-9 на уровень 1000 долларов за унцию. По Палладию в принципе уровень 2000 отработали. Еще раз напомню прогноз, который я публикал на нашем сырьевом телеграм-канале. Где я публикую мысли касательно нефти, газа, золота, серебра, платины, Палладии, медиа. Сырьевой экономики в том числе. И ссылку на данный телеграм-канал вы можете найти в описании под каждым видеороликом в первом пункте телеграм-канала. В пункте D сырьевой телеграм-канал. То есть на него можете подписаться и уже изучать макроэкономику, мысли, анализ сырьевых рынков. Технический анализ в том числе и прочее, что с этим связано. В целом цена отскочила вверх до уровня 2000 долларов от уровня 1800 по Палладию. Ну и как следствие получим теперь коррекционное давление на диапазон поддержки ЕМА-9-1950. Поэтому у кого ОМС либо фьючерсы на Палладии остались, я вам в принципе не рекомендую, не советую. Но задумайтесь об этом. Продать их пока у вас имеется плюс по счету на ОМС Палладии. Почему бы нет? Что касается других моих мыслей касательно уже акций России. Вот давайте прямо на Сбербанк, пожалуй. Все-таки я публиковал также технический анализ на нашем телеграм-канале Сбербанке. Давайте-ка я мысль свою озвучу здесь. Включая четырехчасовой график. У нас, во-первых, смотрите, Сбербанк торгуется при формации обратного треугольника. Это первое. Второе. ММВБ на большом сопротивлении 2200-2220 пунктов, в том числе, торгуется. Уровень как алгоритмического, так и большого линейного сопротивления. Гэпы ниже остались. Надо помнить. То есть гэп по ММВБ 2150. Двойной гэп. Он не закрыт. Он остался. Это маячок на задел проторговки в будущем. Это первое. Второе. По Сбербанку, что на дневном графике, да, вот, на дневном графике, гэп 127 рублей 10 копеек. Что на четырехчасовом, гэп 127 рублей 10 копеек. Что на часовом графике, гэп 127 рублей 10 копеек. Он открыт. Это будущая коррекционная цель Сбербанка. Я не говорю, что он сегодня упадет. Не говорю, что он завтра упадет. Я вам озвучил задел на будущее. То есть я вам не рекомендую шортить. Я вам ничего не советую. Повторюсь еще раз. Шорты это очень опасно. Это маржинальное плечо. И вы можете как деньги заработать, так и потерять. Но в чем суть? В том, что локальное движение по Сберу, оно допустимо до уровня медианной полосы Боллинджера 132.90 и на закрытие полного гэпа 127.11. Поэтому еще раз напомню, что когда будет Сбербанк падать, когда будут падать Роснефть, в том числе Лукойл, Газпромнефть, Новотек, Северсайль, когда уже крупняк разгрузится об толпу. А они это уже делают. Вы просто обратите внимание на биржевые стаканы, что там просто латы капитальные проходят на продажу. Огромные латы. Тогда рынок развернется. Далеко ли это кульминация? Долго ли ее ждать? Я думаю, что нет. Поэтому цены все пришли к верхней грани боковика по тем голубым фишам, которые я озвучил по мере в начале записи этого видеоролика. Но озвучу еще раз. Роснефть в верхней грани боковика уже достигнута. Лукойл достигнута. РСИ перегреты. РСИ в дивергенции. Это раздача самостоящая. Газпромнефть перегреты в дивергенции. РСИ в верхней грани боковика тоже достигнута. Сбербанк тоже самое. Перегреты РСИ. В верхней грани боковика достигнута. Новотек. РСИ перегреты. РСИ в дивергенции. Верхний грамм БКВК тоже достигнутый уровень ЕМА-200 в том числе. И Северсталь это вообще траур. То есть и дивергенция, и раздача, и формация тройной вершины тут формируются постепенно. Поэтому, повторюсь еще раз, будьте аккуратны в рынке в рамках текущего завершающегося бычьего цикла. Если кто-то данное движение не поймал, не надо на себе рвать волосы, говорить то, что вот, блин, жизнь несправедлива, вот все виноваты, вы такие мягкие пушицы. Не надо, господа, включайте разумное, холодное мышление. И не поймали текущий цикл роста, поймайте следующий цикл роста. А Ланговая область как раз находится ниже. То есть, вот, например, Северсталь, двойное дно, вынос, проторговочка, тест глубокий, проторговочка, распределение. Вот тут находится Ланговая область в диапазоне 600, дефис 650 рублей. И там, может быть, данную бумажку опять брать, чтобы на цели в рамках будущего роста не тупо заработать. Все. Так что не надо переживать, не надо впадать в панику, не надо здесь как-то армагеддонить лишний раз. Поэтому, подводя итоги анализа, я озвучу мысль следующего характера. По инусу МВБ, 2200-2220 пунктов это основное линейное сопротивление, при котором сейчас надо будет торговаться в рамках текущей торговой системы сегодняшнего дня. То есть, я сегодня большой волатильности, в принципе, не ожидаю на рынке. Я думаю, будет такой же торговой, какой был в пятницу, какой был, например, в предыдущий понедельник. Очень ленивый, очень медленный и максимально, я бы сказал, хрен пойми какой. То есть, очень вялый. Вот, например, даже я торгую ежедневно, да, с 10 до 12 в первую очередь. Потому что в это время ликвидность, она более-менее высокая, но, опять же, раз на раз не приходится. И потенциальный заработок бабок на рынке напрямую зависит от волатильности рынка. Вот, например, забыл упомянуть акции детского мира. Я еще раз напомню, что согласно моему прогнозу, который я публиковал на днях, на нашем телеграм-канале, ссылку на который вы еще раз можете найти в описании под каждым видеороликом, в первом пункте телеграм-канала, в пункте А, телеграм-канал А, вот он находится там, где я публиковал также мысли по детскому миру. Акциям детского мира, спекулятивную идею, спекулятивное, точнее, обозрение. И здесь я указал еще раз, что цель отскока от уровня 47 рублей за акцию, это 60-61 рубль за акцию. Это средняя цена перед тем, как детский мир будут делистинговать с московской биржи. В принципе, детский мир пошел под серьезный свой отскок. Поэтому, у кого имеется лонг, можете пока его держать до уровня Яма-9, 59 рублей, ну там, либо 60 рублей. То есть, то в позиции, держите, не парьтесь, не суетитесь, Яма-9 по вам плачет. Это все, что я хотел сказать касательно данной бумажки. Просто еще раз свои мысли по ней озвучить. Поэтому волатильность сегодня большой я не ожидаю. Также я проторгую по утру рынок. Там, может быть, какие-то заявочки даже будут с... ...инеться на какие-либо сделки. Ну, а в остальном жду ленивых торгов. 2200-2220 пунктов. И пока все по-старому. По мере выхода американцев жду локального снижения индекса доллара на Яма-9, 106 пунктов. Потом уже процесс отскока и дальнейший процесс снижения цен на ряд сырьевых товаров. Я вот еще раз примечание озвучу. Повторюсь, я не гуру, я не ванга. Могу оказаться справка, могу где-то ошибиться. Все сделки, все решения по вам принимайте вы сами на свои плечи. То есть, ваш капитал, это ваша зона ответственности. Еще раз напомню, то есть, я за ваши бабки не отвечаю. За ваши бабки отвечаете вы лишь сами. Поэтому не надо на меня сослагаться потом. И не надо принимать тупые решения в виде, вот он сказал, значит я буду делать так. Потому что сколько в рынке трейдеров, столько и мнений, поверьте мне. Это как художники. Смотришь на картину, видишь ее под разным ракурсом. Один смотрит картину, видит фигу. Другой смотрит картину, видит искусство. Шедевр. Вот повторюсь, я по рынку сейчас вижу потенциальный задел для коррекционного движения в будущем, ближайшем будущем. Другие говорят, что он будет расти дальше безоткатно. Я в это не верю, я в этом сомневаюсь. Кто окажется прав, время покажет. Главное, врубайте мозги, врубайте критическое мышление и думайте шире, чем все остальные. На этом все. Напомню еще раз, что у нас имеется перечень медиаресурсов в описании под каждым видеороликом. В первом пункте наши телеграм-каналы. Рекомен вообще на все эти телеграм-каналы подписаться в Канта-группы и Яндекс.Зен. Ибо информация, которая публикуется там, задержка во времени поступает на YouTube. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль. Я об этом говорю уже почти 6 лет публично. Но с небольшим примечанием, что время и грамотная стратегия наши главные союзники. На этом все. Всего вам доброго, удачи торгов. Увидимся в следующем видеоролике. До свидания.